всем привет всем привет если вы уже успели забыть или кто не знает это игорь зиненко художник иллюстратор это саша зиненко писатель сценарист и ответственный за организаторскую часть и начать это видео хочется с того что в мире сейчас происходит очень и очень ужасные вещи и по этой причине мы долгое время не говорили о наших счастливых концах света так сказать они где-то и в тему да они очень даже как раз соответствует тому что сейчас происходит и очень печально что это происходит и мы надеемся что скоро это неприятная ситуация решится самым благоприятным образом хотя об этом трудно говорить и опять же это видео не об этом что нас ожидать в этом месяце что мы и что мы успели сделать за то время пока нас не было потому что все таки как мне кажется в данной ситуации главное это не разжигать какую-то ненависть между людьми или какую-то злость а именно видеть в том что происходит сейчас возможность находить общей точки соприкосновения видеть новые решения новые пути и двигаться вперед более создание не к разрушению да игорь прав к более счастливому светлому будущему что нас ожидает в этом будущем прогноз они прогноз не для сего мира нашего мира до что нашим нашего мира счастливых концов свет после того как мы закончили краудфандинг и создание первого комикса пытались его напечатать в общем такой длительный процесс мы не сделали паузу чтобы разобрать все эти завалы связанные с созданием проекта имени не только скетчбуки но и файлы которые у нас на компьютере это файлы связаны созданием обложек различных рекламных и для постов и для интернета и для того же творческий беспорядок игре да все эти завалы появились и они как бы немножко нагнетали сверху нагружали и знаете когда ты заходишь папка в папке папки в папке где находится вот этот файл и я понял что настала пора всю во всем этом разобраться сделать какую-то классификацию и какое-то время ушло на то чтобы это сделать и это кстати помогло понять в каком мы направлении двигаемся и избавиться от всего лишнего игры рисовали сейчас немного работой поэтому больше ответственности легло на мои плечи возможность двигать дальше проект и таким образом я приступил к оформлению нашего сайта и работе над письменными материалами первое хотим разместить сценарий первой серии то есть не первого комикса от первой серии который включает себя три выпуска комикса счастливого конца света мы хотим оформить это в конечную форму и опубликовать в нашей мастерской кто еще не знает что это такое заходите на наш сайт ambrosia.ru возможно в будущем ambrosia.com и вы там найдете что же такое наша мастерская ближе познакомитесь с нашим комиксом счастливого конца света ну и увидите весь этот красивый дизайн который я пытался сделать для вас плюс я переделал лучше скажем так нашу главную страницу где можно более подробнее узнать о самом комиксе о приключениях персонажей и так далее и сейчас данный момент я работаю над страницей нашего магазина амброзио чтобы получить кусочек себе ну и не только счастливого конца света потому что у нас куча других проектов и когда это будет выглядеть в виде магазина мы уже сможем более целенаправленно делиться с вами готовыми продуктами так их назовем которые будут иметь разные названия типа вот проекта популяриз который мы запланировали проекта люмерия который у нас запланирован и много-много других проектов с нахождением моего проекта но опять же когда у нас будет платформа виде магазина мы сможем уже целенаправленно работать на нее и доносить до вас наши электронные и печатные варианты и даже одежду наш это будет сделано специально для удобной формы потому что это в принципе есть и в нашей мастерской просто это будет в одном месте в общем пытаемся создать удобство комфорт для вас да и что касается сценария конечно там будет как бы три вот первых комикса которые должны быть вот сейчас есть первые я будет история дальше и вы сможете увидеть всю скажем так историю целиком по первому эпизоду который мы задумывали еще давно-давно ожидается пару правок сцену которому добавили со дополнение до дополнение и и шутки дополнительные будут так что будет интересно я думаю и вы сможете наконец полностью оценить что же это за история и что же вас ждет в приключении воображение думаю дорису мы также подумали может быть нам сделать арт-бук вот такая вот у нас показ идея пока я загруженный нет возможности рисовать продолжение комиксов хотя пару страниц есть тем не менее мы подумали мы можем собрать из того что уже есть на самом деле я сказать о том как это создавалось показать этапы создания показать какие-то скетчики которые вы не видели если вам это интересно дайте знать мы мы поймем насколько быстро надо сделать этот арт-бук потому что что некоторые у нас просили я помню это сейчас мы озвучиваем это вслух значит она будет постепенно приобретать до более физическую форму просто опять же у нас есть наброски по персонажам по побочным персонажам по монстрам у нас есть опять же те же иллюстрации которые мы рисовали к праздникам иллюстрации которые не дорисовали тоже они есть они могут войти они просто их больше всего не наполовину в некоторых просто черно-белые наброски но в принципе они уже выглядят стоящий и мы можем это добавить в арт-бук с дополнительными какими-то тоже небольшими комментарии ну естественно арт-бук мы сейчас планируем в электронном варианте потому что все мы понимаем что из-за ситуации сейчас доставка не только почты но и прочих прочих продуктов очень усложнилась поэтому мы делаем акцент на электронную версию тем более что более доступ в мире если вы не знаете растет спрос на электронные книги и естественно сейчас мы работаем над тем что мы говорили ранее в том что мы хотим продвинуться сделать шаг вперед в командной игре и мы пригласили таню нашу знакомую к монтажу видео она говорит ребята да я хотел бы попробовать и все заработать на ответ на пример промо софи про оливера если вы еще не видели загляните но и и пытаемся найти какой-то баланс потому что тоже понимаю что направить человека с монтажом это немножко другое чем самому сесть за монтаж и это тоже своими от время до это отнимает время это сама подготовка и отсмотр и правка поэтому пытаемся лавировать лавировать до выловить еще положительные стороны есть и в плане работы несмотря на то что она в принципе отнимает большую часть времени но и она позволяет прокачивать какие-то навыки вот один из элементов это то что я должен прокачивать для работы анатомию и это игре с и больше и больше скетчей больше расстрашенных рисунков персонажи наши по комиксу получается более такие динамичные где-то движушные если так можно сказать русский язык и что-то прикольное вы уже видели концерт с оливером где он стоит если не видели опять же можете заглянуть нашу группу вконтакте или опять же мастерским на стоит со скейтом это уже с использованием новых навыков и раскрашивание там мир мы привносим что-то новое потому что опять же какие-то элементы мне приходится делать и нет кухо прикольно новый навык новый навык добавляем сюда и мы сможем больше эффективнее рассказывать нашу историю я говорю и переключ получается рисовать и быстрее это здорово посмотрим что получится есть пару планов которые мы бы хотели громадных сделать но как я и сказал весна за окном чувствуется что хочется сделать больше сделать масштабней сделать много интереснее привлечь больше людей и посмотрим как это получится поэтому желаем всем счастливых дней быстрейшего разрешения всех проблемных ситуаций включайте люди мозг потому что это очень важно и находите общие стороны находите общий язык каким бы он ни был всегда можно договориться и всегда можно прийти к решению мирными путями всем отличного дня хорошего настроения и позитива только счастливых дней скажем так да всем пока присоединяйся к приключению и ты купи первый выпуск счастливого конца света в мастерской братьев зиненко и получив подарок месяц доступа к эксклюзивным файлам и закулисным материалом ссылку мы оставили под этим видео мастерской братьев зиненко и